В этом выпуске, Загитова и Медведева сами отказались от Гран-при. Интересная деталь кроется в самом принципе отбора на этапы. Инфополе вокруг российского фигурного катания снова полыхает, журналисты начали обзвон спикеров с вопросом о Евгении Медведевой и ее переходе в парное катание. А теперь обо всем по порядку. Загитова и Медведева, все. Почти никто из фигуристок не возвращался в топ после такого простоя. Международный союз конькобежцев ИСУ поразительно оперативен. В один день и заседание по Гран-при провели, и список участников составили. Загитова пропустит еще сезон, перспективы Медведевой неясны. Что точно волнует многих, так это само распределение. Алина Загитова и Евгения Медведева не получили ни одного этапа в олимпийский сезон. В случае с Алиной все более-менее понятно. Несмотря на то, что пропуская прошлый сезон, она держала в голове мысль вернуться под Олимпиаду 2022, веры в этот вариант не было никакой. Выходить в олимпийский сезон, имея за плечами более чем годовалый простой, такого себе не может позволить даже обладательница большого шлема. Теоретически Алина может поучаствовать в челленджерах, чемпионате России, Европы, мира и даже отобраться в Пекин, но скорее всего этого не произойдет, и фигуристка пропустит очередной сезон. Об этом говорит и плотная занятость Алины в шоу Татьяны Навки, которая отнимет у нее все лето. Случай Евгении Медведевой заслуживает большего внимания. Несмотря на обилие травм и проблем со здоровьем, мучивших чемпионку мира весь прошлый год, она формально остается действующей спортсменкой. В отличие от Загитовой, на всю страну объявившая о паузе в карьере в конце 2019-го, Евгения всерьез готовилась к сезону 2020-2021, поставила программы, выступила на открытых прокатах и даже заявилась на несколько турниров, включая единственно доступный этап Гран-при в Москве. Со всех в итоге пришлось сняться, но факт остается фактом, Медведева полностью соответствовала позиционированию себя как действующей фигуристки, а отказы от турниров были вынужденными, и о них объявляли в последний момент. Отсутствие Медведевой в списках на Гран-при и летнее шоу Ильи Авербуха наводит на мысли, что позиционирование изменилось. Не исключаю варианта, при котором Евгения все же попробует войти в сезон, если хватит сил и здоровья, но пока в это верится с трудом. Как и в то, что Алина или Евгения поделят единственную незаполненную квоту на домашний этап в Сочи. Загитова и Медведева сами отказались от Гран-при. Еще одна интересная деталь кроется в самом принципе отбора на этапы. Формально заявок от национальных федераций не существует, но оповещать ИСУ о том, каких фигуристов они готовы отправить на этапы, на местном уровне все же должны. Существует и практика, по которой федерация уведомляет ИСУ о тех, кто по различным причинам стартовать на Гран-при не планирует. Теоретически Загитова и Медведева могли рассчитывать минимум на один этап по общедоступным критериям. При этом ожидалось, что фигуристки воспользуются так называемым правилам возвращенцев для гарантированного получения двух этапов. Для этого нужно было уведомить ИСУ о намерении войти в сезон. Но подобных заявлений не было ни от Медведевой, ни от Загитовой. Но почему в таком случае они автоматически не получили по одному этапу? Варианта только два, либо каким-то неведомым образом условная Элизабет Турсенбаева, тоже пропустившая два сезона из-за проблем со спиной, по совокупности критериев, обошла обеих и оставила их за бортом, либо наша Федерация все-таки внесла Алину и Евгению в список отказников. Таким образом, если Загитова и Медведева чудом не дозаявятся на российский этап Гран-при, не выступят на челленджерах и прочих национальных турнирах, их соревновательный простой составит ровно два года у каждой. И это фактически можно будет считать приговором. За последнее время в топ после сопоставимого простоя смогла вернуться только итальянка Каролина Коснер, но ее вынужденное отлучение от фигурного катания не сопровождалось серьезными травмами, а мотивацию не приходилось брать из воздуха. Инфополе вокруг российского фигурного катания снова полыхает, журналисты начали обзвон спикеров с вопросом о Евгении Медведевой и ее переходе в парное катание. О смене вида двукратной чемпионки мира уже порассуждали Максим Траньков, Людмила Великова и Олег Овсяников. Откуда пошли разговоры о переходе Медведевой в парное катание и имеют ли они под собой хоть какой-то намек на правду? Пересуды о смене амплуа начались в период подготовки Евгения к шоу Ильи Авербуха Анна Каренина, которое будут показывать в Сочи с 9 июля по 18 сентября. В соцсетях ледового спектакля появились фотографии с тренировок, Евгения Медведева и Александр Энберт отрабатывали совместные номера и тренировали поддержки, с которыми Евгения раньше не сталкивалась. У меня была такая мотивация, что мне самой было очень интересно это попробовать. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной. Одиночное катание — это здорово, но в фигурном катании есть еще несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать. Мне очень повезло с Сашей Энбертом, ведь я была абсолютным новичком в парном катании. Саша только смеялся, если у меня что-то не получалось, а я постоянно стеснялась и извинялась. Рассказала Медведева о тренировках в парном катании и, видимо, как раз этим интервью вызвало поток комментариев. Временная переквалификация титулованных фигуристок в парное катание для выступлений в ледовых шоу — не новость, и Медведева здесь не первопроходец. В конце 2019-го парные элементы вовсю разучивала Алина Загитова, готовилась к постановке Татьяны Навки «Спящая красавица». Летом 2021-го олимпийская чемпионка будет сценарной партнершей Петра Чернышова в Руслане и Людмиле, но никто так и не увидел ее в паре на соревновательном льду. То же самое, о чемпионке Сочи 2014 Аделине Сотниковой, выступавшей в шоу Навки и Евгения Плющенко. В 2016 году с переходом в пары связывали Юлию Лепницкую. Примерно так можно охарактеризовать и домыслы о Медведевой, которая якобы так хочет выиграть Олимпиаду, что готова сменить вид. Поддержки с Энбертом для шоу нельзя всерьез сравнивать с боевыми элементами парного катания. Выбросами и подкрутом. Поддержки четвертого уровня из соревновательных программ парников освоить с листа также невероятно сложно, даже такой обучаемой спортсменке, как Евгения. Именно это объяснил Траньков. То, чем сейчас занимается Женя, это не парное катание. Это называется адажа, когда парень просто поднимает тебя вверх. А ты выполняешь ряд красивых зрелищных элементов. Это не парное катание, не спортивное парное катание, здесь нет выбросов с несколькими оборотами, подкруток. Это в большей степени для ледовых шоу. Думаю, что Женя в принципе, поступает правильно, так как будучи разносторонней фигуристкой, она сможет выступать в ледовых шоу не только как одиночница, но и с партнером. Такая гибкость всегда приветствуется, но не думаю, что Женя Медведева сменит свою спортивную роль, сообщил Траньков. Конечно, никто не может говорить за Медведеву, но, скорее всего, ее слова про попробовать себя в других видах, исключительно о непривычной и о того интересной работе. Да в ледовых шоу одиночники обретают партнеров, а парники иногда ими меняются ради сценарного соответствия. Возможно, Медведева когда-нибудь найдет соревновательного партнера для парного катания или танцев на льду, начнет тренировки и дебютирует в новом Амплоа на турнирах. Но она совершенно точно не переходит в парное катание ради мифического командного золота Пекина 2022, как успели предположить некоторые болельщики. Эта возможность для Евгении закрыта, и в одиночном, и тем более в парном.